Привет, друзья! Сказали, что рынки все продовольственные открыты. Едем проверим, как у нас работает базарчик в Чине. Прошел у нас дождик, но небольшой. Два дня были маленькие дождики. Землю хорошо не промочила. Снизу сухая. Да, но все равно стало свежо. Запели птички, все зазеленело. Посадила полтора месяца назад морковку, но засуха и холод, заморозки, морковки нет. Поэтому еду за семенами. Хочу купить еще, потому что передают дождики на завтра, послезавтра. А вдруг хороший прольет дождик. Что смеешься? Вдруг дождик будет. Ну у нас маленькие, представляете, гром, молнии. И в соседнем вот затище недалеко от нас. Утопило? Ливень, да. А у нас чуть-чуть вон... Побрызгало все. Побрызгало. И так два раза. А мы уже так, а схватили сапки на огород, потому что сейчас будет ливень. Кукурузу садили. Да, посадили кукурузу, бегом картошку. А оно чуть-чуть побрызгало. Ну и за то спасибо. Что, следы на машине? Да, движение не видно. Может мы зря едем. Может люди не знают, что разрешили? Возможно, скорее всего в базаре не работает. Мы так себе... Прислали нам коптильню. Мы решили взять печеревочку, чтобы закоптить. И семена морковки. Так особо покупать нечего. Да, вот въезжаем на перекрёсток, который ведёт к базару. Никого. А сколько времени? Может мы рано выехали? Ну, не знаю. Сем, наверное. Обычно у нас чуть попозже, в восемь. Да. Движение начинается. Люди, наверное, на карантине уже отвыкли рано вставать. Может. Карантин. Да. Ни одного человека, никого, ни машины. Да мы только уже... Нам надоел карантин на нашем хуторе. И мы быстренько на базар. А вон возле базара движение какое-то. На въезде в базар. Да, на въезде на наш базарчик. Смотри, что там за движение. Такси стоит. Такси, люди возле такси прячутся от камер. Да, движение возле базара есть. Нет, нету никого. Нет, ну вон люди... Словенский здесь. А, люди приехали, а базар закрыт? Базар закрыли, наверное. У нас начальство с предосторожностями. Перестраховщики. Да, базар закрыт, наверное. Да, люди собрались, ждут базар. А базар закрыли и сказали, неточки. О, как космос нашли. О, черная кошка, нам не повезло, базар закрыт. Да. Никого и ничего. Да. Развертаем. Да, люди по телевизору услышали, что будут продовольственные рынки открыты. Люди, это мы. Да и вон там же у въезда на базар, кто приехал с молочным. Ну, сейчас посмотрим, что можно будет купить. Да, все закрыто. Ни мясо, ни печеревка, так что придется с копчением нам подождать. Да. Вон, кто так, как и мы, отчаялись и приехали на базар, встали вон у входа, кто-то скупает яйца, чтобы в Одессу отвезти в город. Да. Вот наш очаровательный продавец. Не пустили ее на базар. Понимаешь ли? Вроде объявили, что рынок будет работать. Увы, наше начальство перестраховщики. Не пустили. Все на замке. Порбили гроши. Да, да, да. О, блин, какая маска. Добрый день у вас такие. А я не могу, мне в бухгаля. Ты тоже за мясом приехала? Да я не знаю, я что. А не закрытый базар. А все, вот то, что есть, все. Базар закрыли, да? Таксист работает без маски. Ага, не, маска есть, все, порядок, значит. Нам разрешают. Главное, что висит. У водителя разрешаете, без, если не могу подождать. Понятно. А так вы пунктуально выполняете, да? Ага. Так, продаем из-под прилавка. Да, 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 да. Ясно, здрасте. Здрасте. Сколько сих, сколько лет. Вы на обновке? Да, почем цель? Много. Ну почем? Ну что, скрыто? 70. А, ну нормальная цена, такая как обычно. Понятно. Понятно. Много нет, косты нет, что коровы ходят на прогулку. Дождь был у вас? Трошки, ну слава богу хоть за этой. Та сухо, блин, вот скупальцем раз и сухо. Три дня подряд, вот так трошки, трошки, ну слава богу. А в Затищи, говорит, утопило, блин. Да, да, тут в Фрунзовке тоже. Ладно, вы истили нас здесь. Трошки. А наша только посадка. Одна Лариса в масле. Да, одна Лариса зла кусается. И в домоверники. Вы мне вам не достат? Да. А я не дала? Нет. Ваня в машине, наверное, на токулем. Да? Да, красава. И что тут, а тут цветочки, что ли? Да. И перчик. Да снимай, вон и хотят, башь. Ну, да снимай, да вас проще. Да, красава. Не, не, не. Я вижу, что готово. Четыре булочки, да? Хорошо, четыре. Морков, больше, 50. Дешевле не ревел, да? Говорят, по 7,50. Капуста по 5. Все, попал. Ну вот, друзья, облом у нас вышел с рынком. Пока только лидер в Украине Черкассы. Мэр на месте, потребовал и разрешил рынки. Мы его поддерживаем. У нас рынок не работает. Не работал, во всяком случае. Будем надеяться, что в следующее воскресенье. Поэтому запланированный подчеревок, кусочек мяса, чтобы мы проверили, как коптилка работает, которую мы раньше обзор делали, не получилось. Но ничего страшного. Вот мы, походу, уже скупились, чем могли. На удивление, выросла зелень. 240 гривен за килограмм. Вот этот пучочек 18,72 и вот этот 19,68. Тоже 240. Это укроп, а это петрушечка. Травы, которые Лариса Николаевна любит докладывать в блюда, которые она готовит. По 7,50. Две штучки мы купили. Итальянские я взяла. И греческие. Ну и тут помидорки, по-моему, по 60 рублей. Огурчики тоже в каких-то пределах 55, что ли, не помню. Ну и кабачок тоже. Не знаю, украинские это или нет. Или импортные, не знаю. Молодая капуста сколько, ты не помнишь? Нет, это чек не давали, я не запомнила. А это без чека ты брала. Да. Понятно. Вот по 14,50 два сырка. Что-то Лариса Николаевна будет с ними делать. Дрожжи почем львовские? Сколько тут грамм? По 4 гривны. По 4 гривны вот такие, сколько тут грамм? 42 грамма, что ли? Наверное. Да, по 42 грамма. Это две штучки. А это что у нас? Это семена по 10 гривен. Ага, по 10 гривен салат и шпинат. Посеяла, они тоже в засуху не зашли. Также кусочек сыра купила. 211 грамм 64 гривня 70 копеек. Какой-то крупный сыр, что ли? Или это килограмм? Короче, они что-то такое купили. Маслица селянская. 50 гривен. 50 гривен вот эта пачка. Ну, из расчета, если 200 гривен так, то это примерно... Ну, хорошего качества. Хорошего качества. Творожок домашний обезжиренный для цыплят взяли по 50 гривен. Это 50 гривен. Ну, и мыковый цыплят кусь-кусь. Сметанка у нас... 35 гривен. 35 гривен, то есть 70 гривен литровая банка сметаны. Редиску по 15 гривен. Редиску взяли по 15 гривен. Редиску взяли по 15 гривен. На привозе она по 10 гривен. Ну, доставка туда-сюда. И вот еще грибочки. Грибочки по 35 гривен, по-моему, уже не помнишь. Ну, и пару блок хлеба взяли и... Заморозим. А, ну, кофе, да, я сговорил кофе. 98 гривен. Вот, 98 гривен кофе пачку. Ну, еще морковку по 6,50 мы брали, но она в земле грязная, я ее на стол не выложила. Ну, и на этом наши покупки закончились. Следующее воскресенье, надеемся, рынок откроет, и мы детальный обзор сделаем, что вынесли заскучавшие наши продавцы и истосковавшиеся по товару потребители. Мы все покажем. Вот, только не знаю, как насчет будущего урожая. Говорят, выбрасывают машинами, все, что будет, не знаю. Рассаду даже не вывезли в этом году, еще не было. А люди ж посеяли, надеялись заработать, а запретили, и вот рассады не было еще, хотя в начале мая уже у нас в разгаре продажа рассады помидоров, капусты. Ну, что мне интересно, овощи импортные на прилавки поступают, смотришь, Турция, Греция, туда-сюда, а наши предприниматели, наши производители выбрасывают машинами. И в Херсоне, и в Николаеве, вокруг все выбрасывают редиску машинами, капусту, все выбрасывают. Для чего они растили? Следует задуматься нашим политикам и руководителям. Да, как в карантин из Турции доставили, а с Херсона не смогли. Таким образом, почему там все-таки находят время и место для поддержки своих производителей, а наших надо гробить? Откуда наши руководители? Наши или не наши? Надо задуматься. Ну, все, друзья, всем хорошего, всем добра. До свидания. Пока. Пока.